Спасибо огромное за приглашение. Я вот как раз с удовольствием говорила о том, что есть несколько площадок в стране, где выступаешь с путь особой радости, потому что всегда есть соответствующая отдача. И вот Новосибирск, вот он вот такой, вот он живой, с живой аудитории, где всегда это делать и приятно, и даже, в общем-то, для себя я очень много чего могу подчеркнуть, а это очень важно, потому что не только я вам приношу, но я и от вас, конечно, тоже беру. Поэтому я сейчас заново запускаю презентацию. Сейчас звук идет, все нормально, правильно я понимаю? Да, все верно, да. Видно ли презентацию? Видно, Юлия Альбертовна. Видно презентацию, отлично. Итак, дорогие друзья, почему я выбрала, предложила, да, выбрала вот именно такую формулировку темы, не только потому, что больше 10 лет мы в нашем центре непосредственно занимаемся исследованием смыслового пространства молодежи, то есть всего того, что составляет основу ее, как бы, культурной матрицы, которая влияет на то, как молодые люди выстраивают свою жизнедеятельность, как они выстраивают свои жизненные стратегии, откуда они черпают мотивацию, как и почему возникают определенные стратегии, но и потому, что у нас с вами за последнее время участились случаи насилия в школе, не только в школе, но и в УЗе. Поэтому вот этот подстрочник, свой-чужой, мне показалось, должен отразить то, что мы должны сегодня с вами обсудить. И наверняка и у вас много вопросов, вопросы эти и у меня, как у исследователя. Давайте попробуем сегодня вот в таком вот, я бы сказала, креативном режиме. Почему креативно? Потому что что-то знаю я, а что-то знаете вы. Мы будем пытаться выстроить вот эту самую реальность, вот эту смысловую реальность и то, как в ней возникает образ другого. То, как он, этот образ другого связан с определенными поведенческими моделями. Ну и, конечно, ключевой вопрос, а что со всем этим делать, наверное, мы с вами сегодня до конца на него не ответим. Правда, мы даже не можем ставить такую задачу, но попытаться, во всяком случае, со своей стороны попытаться дать вам, вооружить вас какими-то знаниями, соответствующими результатами исследований, я обязательно постараюсь. Итак, смысловое пространство реальности. Давайте сначала по терминам, о чем мы, собственно, говорим. Что такое смысловое пространство, как оно формируется. Значит, вот когда молодой человек взрослеет, вот он входит в общество уже готовое, готовое с сформированными определенными социальными структурами, с сложившимися моделями социальных отношений, он их империоризирует, да, то есть он их узнает, познает, осмысливает, понимает, осваивает, присваивает. В каком смысле присваивает? В том смысле, что вот то, что он черпает из окружающей действительности, становится частью него, да, в этом смысле он присваивает. Но ведь все, с чем молодой человек сталкивается в своей повседневной жизни, пропускается им через его собственное восприятие. И вот то, как субъективно интерпретируются события окружающей действительности, явления жизни, объекты реальности, с которыми он вступает во взаимодействие, либо в группе, да, либо индивидуально. Вот это все наделяется смыслами. Можно эти смыслы воспринять. И в процессе образования, в процессе обучения, в процессе воспитания, конечно, это происходит. Конечно, общество транслирует. Транслирует семья, транслирует школа, транслирует различные организации, которые берут на себя воспитательные функции, транслирует государство через различные структуры, там, средства массовой информации и прочее, прочее. То есть, казалось бы, все ему что-то предлагают. До него доходят вот эти представления о сущности жизни, о сущности тех явлений, событий и процессов, которые его окружают. Но это все как бы проходит через сито его собственного восприятия. И не факт, вовсе не факт, что все те смыслы, которые хотелось бы, чтобы были им усвоены, да, молодым человеком, усваиваются в той мере, в которой этого, может быть, хотелось бы обществу. Поэтому мы наблюдаем такое явление, как переосмысление реальности, наделение их другими смыслами, другими значениями. От чего это зависит? Это зависит от степени изменившегося опыта. Понятно, что жизнь каждого поколения, она другая, да, но сегодня мы все время с вами говорим о том, что вот здесь и сейчас, в этих наших непростых условиях, даже младшие группы молодежи очень сильно отличаются от ее более старших групп. А как только мы с вами обрели в качестве молодежи еще и группу 30-35, с чем я всех вас поздравляю, то для нас вообще открылась здесь совершенно невероятная реальность. То есть фактически это родители, теоретически может быть, правда, родители тех, кому 15 лет. И здесь колоссальные различия. Различия эти связаны с тем, что мир настолько динамично изменяется, что даже шаг в 5-6 лет, а не случайно я его называю именно таким, вот 5-6 лет, потому что социологи именно на эту цифру вышли, он как раз привносит существенные изменения в определенных представлениях молодежи. То есть молодые люди, которые в разницу возрасте, которых составляют вот эти сакральные 5-6 лет, они нам с вами могут давать совершенно разную картинку смысловой реальности. Итак, смысл – это понимание сущности всего того, что происходит с молодым человеком, вот абсолютно всего. Это понимание функций того, с чем он сталкивается. Допустим, там смысл образования, да, и зачем оно нужно. Смысл труда, зачем труд нужен. Смысл политики или власти и каковы ее функции, какова должна быть идеальная власть. Смысл, наконец, другого, другой, кто он, что это такое и как выстраивать отношения с этим другим. Поэтому вот в этом смысле мы говорим о том, что понимание сущности – это есть первоначальная точка саморегуляционного процесса. Как только сообразил, что есть что, включил в свои жизненные стратегии и начал выстраивать свою жизнь, ориентируясь на эти смыслы. И получается, что с одной стороны восприняли молодые люди, да, то, что транслируется обществом, с другой стороны переработали, переосмыслили и вложили туда что-то совершенно свое, что мы с вами зачастую даже и не распознаем, мы не узнаем это, потому что это сильно отличается от каких-то нормативных образцов, да, желательных образцов или от тех, которые наблюдались в предыдущих поколениях. Буквально два слова в отношении того, как соотносятся смыслы и значения. Ну, многие, многие считают, что это практически одно и то же. То есть какой смысл и какое значение – это синонимы. Я склонна рассматривать это чуть-чуть по-другому. Мне представляется, что было бы вполне оправдано говорить о смысле именно как о понимании сущности, а термин «значение» я очень часто употребляю, когда я хочу отразить то место в иерархии других смыслов, которое занимает какой-то конкретный смысл. То есть это такая вот иерархическая для меня, во всяком случае, иерархическая характеристика. Я уже сказала о том, что, с одной стороны, смыслы могут восприниматься в готовом виде, с другой стороны, они конструируются. И конструируются они в так называемых интерсубъективных взаимодействиях молодежи. То есть, вступая во всё многообразие связей и взаимодействий, молодые люди общаются с представителями различных социальных групп. Сегодня это практически неограничено. Как раньше узнавалось вот это вот смысловое пространство других? Оно узнавалось очень просто. С одной стороны, просто, а с другой стороны, в этом и были определенные ограничения. Это было в основном через чтение литературы. А второй источник был – это путешествия. И чем больше, естественно, мы с вами понимали, чем больше это пространство чтения, чем больше возможность передвигаться, перемещаться, знакомиться с какими-то другими культурными мирами, тем, соответственно, уровень развития повышался, компетентность возрастала, ну и как-то формировалась более объемная картинка этого очень сложного, непростого мира. Мы с вами скоро уже два года будет, как живем в особой реальности. Вот это наша с вами ковидная пандемическая, которая закрыла очень многие возможности физического перемещения, но еще больше открыла, чем сделала абсолютно неограниченными, возможности вот такого виртуального познания реальности через соответствующие технологии. И это то, что с нами останется навсегда. Да, конечно, это тот бонус, который мы с вами получили за все эти ужасы пандемии, которые общество переживает, все эти потери, деструкции и так далее. Если говорить об источниках формирования смыслов, то есть откуда все-таки они черпаются, то здесь можно выделить два основных источника. Первый источник – это базовые культурные исторически сложившиеся образцы. То есть это вот наша с вами культура. Как угодно ее называйте, там, скрепная, нескрепная, но это весь тот багаж ценностей, представлений, образов, которые через фольклор, которые через литературу, которые через какие-то обыденные представления людей о должном, важном и значимом поступают к молодому человеку. Вот здесь, вот в этой точке, очень часто возникает соблазн, такой соблазн, который вполне можно понять. Соблазн сказать, что, ну вот, придут другие люди, вот еще чуть-чуть подождите, они придут, они будут совершенно другими. Но нет. По крайней мере, проводимые социологические исследования показывают, что при всем различии, о котором я уже так пафосно говорила в самом начале, сохраняется очень много преемственного, сохраняются очень многие архетипические представления молодежи, то есть те, которые вот прямо на уровне коллективного бессознательного. Как мы это выясняем? А мы это выясняем на основе того, что мы их просим соотнестись с каким-то смыслом, который заложен в той или иной пословице, той или иной поговорке. Понятно, что они их не знают, они их не, уж тем более, они их не употребляют, но они выражают свое отношение к тому, о чем это пословица, о чем это поговорка. Таким образом можно составить определенный, так сказать, перечень смыслов, которые именно на уровне коллективного бессознательного, переходящего в индивидуальное бессознательное, составляют некую опору. Это не значит, опять же, что они прямо аргументированно будут говорить, что жить надо вот так вот и дальше. Они эту самую пословицу нам воспроизводят и цитируют. Это работает не так. Это работает, еще раз подчеркиваю, на уровне бессознательных реакций. То есть в какой-то жизненной ситуации, когда молодому человеку приходится делать выбор, у него, так сказать, из его закромов, выскакивает готовое решение, которое он включает в свою жизненную стратегию. Их очень трудно бывает отследить, эти смыслы. Я вам чуть попозже покажу, как мы это делаем. Мы это делаем с помощью таких довольно сложных исследовательских процедур, с помощью токсономического анализа. И там очень любопытные получаются данные, когда мы видим, каким образом вот эти традиционные культурные проекции объединяются с современными представлениями молодежи о должном, важном, значимом и так далее. И образуют такие сложные гибридизированные структуры. Таким образом, у нас с вами главный, первый источник – это базовые культурные, они же источник традиционных представлений, традиционных смыслов. А с другой стороны, второй источник – это то, что связано с взаимодействием молодежи уже в современном культурном пространстве. Это все, что связано с глобализацией, с таким динамичным распространением современных представлений и взглядов на разные аспекты жизнедеятельности. Поэтому мы употребляем такое понятие, как смысловые проекции. То есть проекция традиционных смыслов, проекция современных смыслов. Они складываются в такие структуры, которые можно назвать ориентационными комплексами. Понимаете? То есть это многослойная структура. Их еще называют тезаурусными генерализациями. Валерий Андреевич Луков их так называл. И вот эти тезаурусные генерализации традиционного и современного типа, они влияют на отношение молодых людей к окружающему миру, к самим себе и к другим. В чем заключается главная специфика молодежи? Она заключается не только в динамизме как таковом. Она заключается в том, что у них в голове умещаются одновременно разные тезаурусные генерализации. Когда мы пытаемся понять с вами, чего в них больше, традиционного ли, современного ли, то мы, в общем-то, с вами можем выделить определенные группы, в которых будут доминировать одни или другие смысловые проекции. Но мы с вами должны помнить следующее, что в каждой сфере жизнедеятельности будет свое сочетание традиционного и современного. Если вдруг вам открылось некое знание о том, как они относятся к каким-то определенным явлениям жизни, то, к сожалению, вот это знание едва ли будет универсальным. Но, может быть, за исключением каких-то отдельных, таких типичных характеристик, как, например, сама по себе гибридизация. То есть вот это вот универсальная характеристика, что у них происходит объединение разных представлений, зачастую очень сложно соединяющихся, как нам кажется. Почему вдруг они лепятся в одно, вот это вот, в один культурный слой, зачастую объяснить сложно, но это происходит. Вторая, например, такая черта, которая тоже будет универсальной, это их рационализация. Ну да, они, конечно, становятся более рациональными, и рационализация проникает в разные сферы жизни. Но в каждой сфере это будет по-своему, это будет своя конфигурация смысла. В семье это будет по одному, в образовании по-другому, в политике будет совершенно третье, в отношении друг к другу это будет уже какой-то совершенно новый, четвертый вариант объединения разных представлений. Так вот, еще раз хочу подчеркнуть, потому что это важно, вот это вот сосуществование разных культурных смыслов, оно очень часто вводит в заблуждение, потому что, когда мы начинаем принимать решения в отношении молодежи, когда мы начинаем работать с молодежью, то очень часто мы обращаем внимание только на какую-то одну, пусть и важную сторону, ее социальных ожиданий. Но это всегда именно одна сторона, то есть это плоский взгляд. А объемный, такой целостный взгляд на молодежь, он, конечно, предполагает анализ вот этих вот как бы смысловых соединений, которые и составляют, вообще говоря, большую засаду, особенно для органов по делам молодежи, тех, которые вырабатывают стратегии. Кажется, что сейчас мы примем простое решение, и все будут счастливы. Это не происходит. Почему мы с вами так долго говорим о смыслах? Потому что смыслы приобретают ценностную форму. То есть какие-то определенные представления о реальности или о ее сторонах, они становятся терминальными или инструментальными ценностями. Инструментальные ценности – это когда что-то рассматривается как способ достичь каких-то других важных целей, а вот терминальная ценность, она такая более капризная барышня, она означает, что нечто ценное просто вот само по себе. И в основе ожиданий, которые молодежь транслирует обществу, друг другу, тоже лежат смыслы. То есть вот эта смысловая проекция, она определяет практически все стороны жизни. И если ожидания, которые молодой человек транслирует вовне, не находят, как сказать, реализации, не находят, не встречают соответствующих способов их удовлетворения, то здесь, конечно, возникает очень большое напряжение. И вот это напряжение, оно может выражаться в разных формах. Не все пойдут на улицу, не все выйдут и будут реализовать себя в так называемой политике улиц. Они перенесут свое недовольство и свое напряжение в плоскость межличностных отношений. Итак, еще раз, смыслы у нас с вами являются элементами вот этого смыслового пространства молодого поколения, а под смысловым пространством мы понимаем всю совокупность субъективных образов действительности и самих носителей. То есть когда мы говорим о смысловом пространстве, мы должны помнить, что это не только то, что их в голове, но это еще и они сами, как конструкторы этого и как носители. На основе смыслов формируется отношение ко всему тому, что окружает молодых людей. Отношения не только строятся в плоскости сознания, но они еще и переживаются эмоционально. То есть когда мы говорим об отношении молодежи к чему-то или к кому-то, мы под этим подразумеваем с одной стороны когнитивную конструкцию, а с другой стороны чувственную. То есть не только то, что они знают или им кажется, что они знают, они это выстроили, но и то, как они это чувствуют, как это отзывается в их сердцах и душах. Вот таким вот образом формируется отношение к другому. Собственный ли опыт лежит в основе формирования этого отношения или образа другого? Или, может быть, они подслушали, посмотрели, как относятся близкие, референтные группы. В данном случае это не так важно. Главное, что это все собирается в общую копилку и формирует вот это самое отношение. Я упомянула о том, что мы выстраиваем свой анализ на протяжении уже более чем 10 лет. И за это время накопились данные, которые позволяют достаточно полно представить, собственно, чем же живет это молодое поколение. Вот какие такие смыслы и в каком сочетании они сегодня проявляются. Я на экран вывела часть, фрагмент смыслового пространства молодежи. Если кого заинтересует, я просто подскажу, в какой статье это прочитать. Новая статья, она у нас вышла в июле этого года. Что мы анализировали? Мы анализировали то, как молодые люди осмысливают процессы взаимодействия. И вот осмысливая процессы взаимодействия, еще раз тоже подчеркну, это важный момент, они проявляют вот все то, что они накопили. То есть все те смыслы, которые они сконструировали или усвоили, они так или иначе выстраиваются в определенные смысловые поля. Вот эти смысловые поля, разбитые на квадратики, вы сейчас на экране это видите, они внутри себя имеют тоже сложную структуру. То есть представляете, какая вообще говоря сложная конфигурация. То есть определенные смыслы объединяются в некие облачка или вот поля. В свою очередь каждое поле взаимодействует с каким-то другим полем. Они в свою очередь складываются в более такие вот крупные группы. Вот здесь вот заголовок этого слайда таксон группы А. Это означает, что есть еще большой таксон группы Б и большой таксон группы С. В чем специфика вот этого метода и почему мы его с таким удовольствием применяем? Потому что здесь исследователь, его волюнтаризм, волюнтаризм исследователя практически исключен. Сама программа определяет степень связи вот этих смыслов между собой. Это означает, что в голове у молодого человека, который отвечает на определенный вопрос определенным образом, существует связка с какими-то другими смыслами. И вот как эта связка реализуется на практике, мы с вами сейчас и увидим на этом фрагменте. Давайте попробуем вместе проанализировать. Итак, у нас с вами на экране шесть таксонов. Таксон первый, таксон или смысловое поле. В ядре этого таксона, то есть с максимальной степенью выраженности, мы наблюдаем так называемую духовную культуру. Что подразумевается под духовной культурой? А это интенция, это стремление к высшим духовным смыслам. Добро, красота, любовь, да, и так далее. Причем именно в таком наивысшем их проявлении, наивысшем смысле то, что мы так в общем-то ждем от молодого поколения и очень часто разочарованно не находим и объявляем, что вот, дескать, молодежь, вот она бездуховная. Я не могу подписаться под этим однозначно вердиктом, потому что собственно говоря, да, вот опираясь на данные исследования, я вижу, что рефлексия в отношении вот этих духовных смыслов, она присутствует, да, она охватывает не всю молодежь, и может быть далеко не всю молодежь, но при анализе вот таких вот взаимодействий друг с другом мы вдруг наблюдаем, что именно этот смысл оказывается одним из самых явно ярко выраженных, одним из ведущих, то есть он как бы оказывается в основании саморегуляционных стратегий. С чем он у нас с вами соединяется? Духовная культура у нас соединяется с идеализацией прошлого. Это архетип. Как мы его вычленяем? мы вычленяем на основе согласия с поговорками, которые отражают стремление опираться на прошлое, потому что оно является основой, без прошлого нет, будущего, то есть все, что связано вот с таким представлением о прошлом. А вот колоночка, которая чуть правее, честь, достоинство, любовь к ближнему, доверие окружающим, адаптационная культура, гидронистическая культура, любовь к отечеству, активная жизненная позиция, это то, что как бы понимаете вытекает вот из этого ядра, то есть к чему это ядро примыкает. И вот красным я как раз выделила те аспекты, которые характеризуют отношение к другому. Нам с вами это потом понадобится, когда мы вот мы так сейчас с вами от общего, сильно общего потом подойдем к частному. Мы с вами потом про буллинг говорить будем. Так вот смотрите, такое соединение смыслов, как духовная культура и идеализация прошлого, они нам с вами дают в общем-то достаточно такие так сказать одухотворенные вегетарианские смысловые связки. любовь к ближнему мы рассматриваем как ментальную черту. Доверие окружающим это то, что является характеристикой базового отношения к реальности, то есть доверие окружающим это базовое доверие, это способность воспринимать окружающий мир позитивно, не видя в нем угрозу. второй таксон по верхней строчке идем слева направо вот такого бежевого цвета. Здесь у нас с вами в ядре находится стремление к постоянству, кстати, это тоже одна из таких значимых тем, когда помните пошла какая-то политическая движуха еще два года тому назад, три года тому назад стали говорить о том, что есть запрос на изменения. Это правда, запрос на изменения есть, но есть очень значимая не просто как бы группа, опять же, можно выделить такую группу как носителя вот этого стремления к изменениям или наоборот к их минимизации, но это такой более широкий запрос, на сохранение определенной стабильности, понимаете, то есть это жизненный выбор, это выбор конкретных групп молодежи в пользу постоянства как жизненной стратегии, а кому-то, может быть, по душе будет другое. Здесь у нас с вами объединяются постоянство и предсказуемость, то есть это определенная ориентация на выстраивание своей жизни вот в зоне вот именно этих смыслов, да, причем это на уровне, реализуется на уровне габитуса, на уровне именно такого опривыченного поведения, и мы с вами видим, чем это расширяется, чем дополняется, чем развивается архетипом добра. Добро не умрет, зло пропадет, вот это вся, так сказать, смысловая история, и в этом ядре у нас с вами появляется другой значимый смысл отношения друг к другу, это милосердие и сострадание, милосердие и сострадание, причем милосердие и сострадание это такая деятельностная форма, то есть это не просто в отличие вот тут будет другой еще смысл в пятом ядре, если вы вниз посмотрите, бирюзового цвета, здесь появится жалостливость, вот между милосердием и состраданием и жалостливостью как современной чертой есть существенная разница, жалостливость это более демонстративная такая форма, нежели действительно глубоко отличающаяся от такого глубокого проникновения, смотрим дальше, третий таксон, у нас с вами здесь ничего нет про отношение к другим, мы только видим, что здесь у нас появляется моральная анония, как стремление отказываться от любых норм, от любых ограничений, это тип молодежной культуры, это тип вот такого пространства повседневных молодежных взаимодействий, которые надо сказать, что они восприняли от более старшего поколения, то есть заявлять о том, что это чисто молодежная история, это категорически неправильно, потому что моральная анония, она у нас зарождалась не в молодежной среде, она у нас зарождалась в более взрослом обществе, и это часть общей культуры, самоощущение избранности исключительности, это тоже очень важный смысл, который нам понадобится для, далее он у нас всплывет в таких конкретных жизненных ситуациях, и стремление быть в центре внимания, и потирать, то есть вот этот таксон, третий, он очень ладненько склеенный, в том смысле, что в нем нет каких-то серьезных противоречий, он не парадоксальный, моральная анония, самоощущение избранности, исключительности, ну и далее это выражается в эпатаже, оставим его пока в стороне, идем дальше, четвертый таксон, что у него в ядре, то есть в, так сказать, вот этой такой фундаментальной закладке, и мы видим, что здесь опять архетип, архетип славы, это вот то, что не для себя, а во имя чего-то, так сказать, более высокого, да, сюда уже у нас с вами героизация, хотя на самом деле героизация, она может быть связана и не только с желанием осчастливить других, но и испытать вот эту вот радость собственной славы, здесь и амбиции, здесь может быть и тщеславие, но тем не менее, да, мы рассматриваем этот архетип в данном случае как, так сказать, вот проекцию именно традиционной культуры, и мы видим, что он объединяется со смыслом жизненной ценности любовь, вполне себе такая приятная слепка, да, то есть, так сказать, если бы это, допустим, был архетип славы был бы связан с расчетливостью, но, наверное, мы бы как-то это интерпретировали как стремление реализовать свои собственные индивидуалистические амбиции, в данном случае это больше связано именно с социально-общественно значимыми интенциями, но что мы здесь видим дальше, здесь у нас с вами архетип совести, но, но, и противостояние мы и они, вот он свой, чужой, где появляется противостояние мы и они, это восприятие другого как иного, ничего нового здесь нет, потому что вся культура пронизана противостоянием ин-группы и аут-группы, но по-разному в разных так сказать исторических контекстах это проявляется и очень важно говорить о том, насколько на уровне саморегуляции устанавливаются определенные ограничения, чем наполняется это противостояние, какими конкретными смыслами, кто он будет чужой, а кто он будет свой, и соответственно вот здесь в современных условиях, когда мы анализируем ситуацию в современной молодежи, мы здесь видим очень много неоднозначного, вы тоже это сейчас увидите. Пятый таксон в ядре у нас с вами архетип добра и жалостливости, вот этой самой современной черты посочувствовать, причем правильно посочувствовать, вовремя посочувствовать, правильно поскорбить, сделать это демонстративно, зачекиниться, потому что иначе не поучаствовали. Но вот именно здесь, вот в этом смысловом поле у нас с вами появляется другая очень важная современная черта, это стремление отстаивать права человека, права человека, которая соединяется с тем, что мы испытываем определенную жалость к нему. Идем дальше. И вот теперь мы непосредственно с вами подходим к формированию образа другого. Мы понимаем, что то, как воспринимается этот другой, это становится регулятором социальности, социальных отношений, социального климата. На чем выстраивается отношение к другому? Ну, точно так же, как и отношение к любым объектам реальности, это может осмысливаться и наполняться убеждениями, аргументами. Они нам могут выкатить целый ряд своих объяснений, почему они воспринимают, допустим, мигрантов определенным образом, или почему они воспринимают представителей определенной национальности определенным образом, а могут и не осознавать. поэтому переоценивать вот эту рефлексивную часть здесь, наверное, нельзя, там очень много спонтанного, там очень много на уровне именно бессознательных реакций, которые, тем не менее, закрепляются в практической деятельности и формируют определенную позицию, социальную позицию молодого человека в отношении другого. Вот тут-то как раз и формируется самая главная дихотомия, свой-чужой. Причем чужой может быть настолько чужим до, так сказать, разрыва, какой бы то ни было связи, что он превращается в чуждого. То есть степень отчуждения, однокоренное слово, превышает мыслимые и немыслимые пороги. Поэтому можно не осознавать всю совокупность характеристик другого, но на уровне эмоций, на уровне чувств, либо ощущать близость с ним и признавать своим, либо ее не ощущать. И тогда он признается чужим и даже чуждым. а в основе определения свой-чужой очень часто лежит доверие. Давайте посмотрим на результаты исследования. Мы им задали вопрос, на каком основании вы признаете другого своим, то есть испытываете к нему доверие. Смотрим. Две таблички просто для удобства. Слева это табличка характеристик своего, справа табличка с характеристиками чужого. Свой вызывает доверие, чужой вызывает недоверие. Доверие вызывает тот, кого считают безопасным. Взаимодействие с которым с точки зрения того человека, который в это взаимодействие вступает, не принесет ничего ему худого. И наоборот, чужой это тот, который таит вот эту самую опасность. Ну, смотрим. Первые три позиции. Первые три позиции. Отзывчивый сострадательный вызывает доверие. Это свой. Представитель той же национальности вызывает доверие. свой. Запомните про ту же национальность. Потом нас с вами ждет сюрприз в другой табличке. Прагматизм, практичность. Обратите, пожалуйста, внимание, 89%. Да, почему здесь будет больше 100, да, в сумме, не пытайтесь суммировать, 100% не получите. Они могли назвать более одной характеристикой, то есть то, что им ближе всего по набору характеристик. Вот это третья позиция. Хочу буквально минутку на ней задержаться. Прагматизм и практичность. Вот помните, я говорила о том, что одна из универсальных черт современного молодого поколения это рационализация. Вот они действительно сегодня достаточно прагматичны и практичны, и поэтому они не пугаются практичного и прагматичного визави. Они его распознают как своего, то есть это окей, это норм. Этот момент тоже запомните, пожалуйста. Далее идет такая голубая зона устремленность к высоким идеалам. Это бездуховно, это наша молодежь, 80%. Нет, она реагирует на это, оказывается к этому чрезвычайно чувствительно, то есть она распознает в общем и целом устремленного человека, устремленного к высоким идеалам, как своего, как заслуживающего доверия. Скромный застенчивый, стремящийся к собственному благополучию тут же. Видите, как чередуются эти смыслы, то есть с одной стороны, вот оно, казалось бы, скромный застенчивый, 78%, и в то же время 76% дают зеленый свет стремлению к собственному благополучию, они это понимают, они выросли в этих условиях, они к этому относятся как к определенной норме. Представитель другой национальности, но обратите внимание, вторая строчка сверху, та же национальность, 91%, конечно, это абсолютное большинство, но и я бы сказала 72%, это тоже очень высокий процент, то есть говорить о какой-то врожденной ксенофобии, как очень часто мы с вами слышим, между прочим, что вот нашу с вами страну разбирает ксенофобию, я не могу под этим подписаться, значит, в определенных просто жизненных ситуациях работают какие-то триггеры, которые могут оказаться значимыми для того, чтобы вытащить из вот этих вот каких-то глубинных карманов и ксенофобное настроение тоже, но автоматически они не проявляются, то есть там нужна какая-то сложная связка с другими факторами, чтобы они о себе заявили. стремление к красивой жизни тоже это в общем-то не вызывает большого отторжения, да, не 90%, но 72%, это высокий процент, равнодушие к материальным благам, обратите внимание, вот тут уже пошло некоторое снижение, то есть для трети, простите, для двух третей молодых людей равнодушие к материальным благам является основанием своего доверия, но, так сказать, сразу возникает вопрос, а где остальные это 30%, а остальные 30% у нас с вами перешли в другую зону, сейчас мы их увидим, и пренебрежение принятыми нормами, эпатаж, почти 40%, еще раз, 40% молодых людей рассматривают тех, кто пренебрегает общепринятыми нормами и готов эпатировать как своих, доверяет, не боится, о чем это говорит, это говорит о том, что чувствует внутреннюю близость с этой группой, и нас это с вами не удивляет, потому что мы перед этим с вами видели вот этот вот таксон, вот этот вот, еще раз напомню вам, третий, таксон моральной аномии, самоощущение избранности исключительности, стремление быть в центре внимания, и эта группа достаточно представительна. Теперь смотрим на табличку, которая справа, а кто же у них чужой? Во многом она переворачивается, естественно, потому что то, что было, то, что было свое, оно свое, а то, что в свое не вошло, оно автоматически вошло в чужое, но просто для удобства анализа мы с вами смотрим на это отдельно. Пренебрежение принятыми нормами и потажку 60% молодых людей вызывает отторжение, они опасаются, они не доверяют, они ведут себя настороженно. Равнодушные к материальным благам, 40% не верят в это равнодушие, не доверяют тем, кто не стремится как-то реализовать вот этот современный принцип успеха, успеха измеряемого именно материальными ценностями. Далее мы видим по нисходящей, резкое уменьшение стремлений к красивой жизни 30%, вот они 30% представителей другой национальности, чужие, это достаточно много, то есть перед этим я говорила, что большинство все-таки у нас в зоне доверия, но то, что 30% у нас в зоне недоверия, это, конечно, вот та самая социальная база, где упомянутые мной разные факторы триггера могут срабатывать. Стремление к собственному благополучию каждый четвертый, скромность, застенчивость каждый пятый, стремленность к высоким идеалам вызывает недоверие у каждого пятого, да, знаете, любят очень у нас повторять вот эту поговорку про патриотизм, который пытаются представить как прибежище негодяев, поэтому вот это та самая проекция, та самая смысловая связка. прагматизм, практичность вызывает недоверие у 11%, представители той же национальности не являются своими для 8% и отзывчивые и сострадательные для 7,5%. Вот в этой табличке не пугайтесь, сейчас мы с вами разберем самое главное, не пугайтесь, в смысле, что она большая такая, подробная, в ней представлена связь между двумя показателями. Первый показатель, он вам близок, он же знаком, признаки, которые использовались в предыдущей таблице, признаки, по которым определяют своих и чужих. А по верхней части, по горизонтали, те нормы поведения, которые сегодняшние наши молодые люди воспринимают для себя как приемлемые, они сформулированы в виде смысла, почему, собственно, мы и говорим все время о смысловом пространстве, смысл первый, человек, не достигший успеха в жизни, вообще ничего не заслуживает, то есть это лузер, не надо ни сочувствовать, ни сострадать, вообще он сам виноват, что он не смог в, казалось бы, условиях, когда как будто бы все возможно, что для себя хорошее сделает. Второй смысл, кто сильнее, тот и прав, то есть это продавливание силы, понятно, что имеется в виду. Далее, далее идут три типа поведения, которые сегодня тоже достаточно нормированы в молодежной среде, в том смысле, что они распространены. это всякие розыгрыши, пранкинг, это троллинг, и это самая жесткая, чудовищная форма взаимодействия, которая может быть между молодыми людьми, это буллинг. Причем смысл, который мы сформулировали относительно буллинга, вот он, вот вы видите его на экране, что это допустимо, если человек неприятель. А вот теперь смотрим, как эти смыслы пересекаются. Зеленый столбик это зона доверия, розовый столбик зона недоверия, смотрим, на что нам с вами здесь обратить внимание. Вот смотрите, кто не заслуживает никакого сочувствия, если он чего-то не достиг в жизни, до тот, который отзывчивый и сострадательный. Красно выделено 28,6. Столько же, столько же при этом практичный и прагматичный. Вот этот момент, вот этот момент, я хотела бы, чтобы вы вместе со мной как-то попытались обдумать. То есть смотрите, они в одинаковой мере, в одинаковой мере рассматривают как чужих и вызывающих недоверие и тех, кто своей, так сказать, отзывчивостью и сострадательностью чего-то не добился, не достиг, но и практичных, прагматичных. Поэтому, когда мы с вами сталкиваемся с ситуацией вот этого их противостояния, сказать, что однозначно сказать, какова причина в той или иной ситуации, мы не можем, пока мы не углубимся. Все-таки мотивы здесь могут быть прямо противоположные, прямо противоположные. Помните, я говорила, запомните про национальность, смотрите, вторая строчка сверху в зоне чужой недоверия, 32 процента. Представитель той же самой национальности вызывает недоверие. Точно так же, если мы с вами глазками пройдемся по этой строчке, представитель той же национальности, вот смотрите, кто сильнее, тот и прав. То же самое, он попадает в зону недоверия. Прикол, связанный с розыгрышами, 28 процентов. Троллинг 32 процента. Буллинг в отношении своих 20 процентов. И это самая высокая цифра. Ну давайте дальше посмотрим, кто сильнее, тот и прав. Опять же таки, страдает носитель вот этого духовного смысла, отзывчивый, сострадательный. Над кем веселятся? Опять-таки над отзывчивыми сострадательными. Троллят представители своей национальности. Издеваются над отзывчивыми сострадательными, над представителями своей национальности, но и вниз смотрим над теми, кто пренебрегает принятыми нормами и эпатирует. То есть это тоже оказывается свои, понимаете? То есть они как бы вот в этой своей группе они начинают практиковать вот эти формы взаимодействия среди таких же, как они. Идем дальше. Вот из этого всего что мы с вами можем сказать? Мы с вами можем сказать следующее, что такие социальные практики, как имеется в виду межличностного взаимодействия, как всякие розыгрыши, всякие шутки, они сегодня стали для них абсолютной нормой. Причем здесь срабатывает такое явление, которое Валерий Андреевич Луков называл переструктурированием реальности. Что он подразумевал под этим? А это ситуация, при которой практики, сформировавшиеся в молодежном сообществе, среди них, они тянут в институциональное сообщество. Я сейчас в сложных вторжениях в онлайн мероприятия. Вот то, что их сейчас нет, это чудо. Может еще появится. То есть эта ситуация, при которой многие уже побывали, у нас во время пандемии с вами все ушло в онлайн. И вот эти вторжения в эфир это самый такой типичный пример троллинга и пранкинга. Они не считают это чем-то зазорным. Почти половина молодежи относится к этому с абсолютным пониманием, но это нормально, это вполне допустимо, это окей. Второй важный момент и, пожалуй, самый печальный это то, что в составе современной нашей с вами замечательной молодежи сформировалась устойчивая группа одобряющих буллинг. это 10%. Здесь возникает вопрос, вопрос, который всегда задают социологам, когда видят группу, исчисляемую вот примерно таким образом, где-то в пределах 10%, 10, 9, 8, спрашивают обычно, а это много или мало. Вы знаете, во-первых, смотря, чего это касается, разные проявления, разные истории, они по-разному должны интерпретироваться. Если, допустим, мы с вами имеем дело с группой молодежи, которая настроена на дезорганизацию, всевозможные нарушения общественного порядка или настроена таким образом друг к другу, то это достаточно большой процент, особенно если исчислять в человеках. которые за этими цифрами стоят. И что еще важно, важна динамика, то есть как изменяется эта группа в зависимости от каких-то других факторов. То что каждый десятый одобряет буллинг, это линейное распределение в результате социологического исследования. Ответ на прямой вопрос. Вы считаете это нормально? Каждый десятый сказал да, я считаю нормальным проявлять буллинг, если человек тебе неприятен. А когда мы начинаем выяснять при каких обстоятельствах эта цифра может увеличиваться или уменьшаться, нас скорее ждет не успокоение, а наоборот тревога, потому что даже среди носителей архетипа архетипа добра и совести, то есть согласных с поговорками добро не умрет, а зло пропадет, хоть мошна пуста, да совесть чиста, все равно этот показатель не изменяется. То есть можно было бы наверное предположить до того, как мы получили эти данные, что наверное вот такая вот закладка на уровне бессознательного связанная с добром, то есть условно говоря, если человек добрый и человек совестливый, наверное можно ожидать, что он как-то по-другому отнесется к буллингу. Не получается такой зависимости, ничего подобного. То есть здесь работают какие-то другие связи, другие факторы. Кстати приведу вам пример в отношении вот этих двух поговорок добра добра и совести, когда мы проводили исследование по поведению молодежи в условиях пандемии, а мы его проводили в конце мая, начале июня прошлого года, то есть тогда, когда мы сидели в жестком локдауне, у нас исследование было с помощью гугл-формы, то анализируя данные мы вот что обнаружили. Готовность к разным формам здоровьесберегающего поведения, ну в тот момент какие формы здоровьесберегающего поведения были, носить маски, дистанцироваться, изолироваться, вот то, что сразу было введено в качестве вот таких вот способов обезопасить себя и других, так вот ничего не работало так, как работали вот именно эти два смысла, то есть они соблюдали все эти меры безопасности только в двух случаях, если они от природы были добрые и послушные, вот там это работало, а в данном случае мы с вами видим, что здесь возникает какая-то более устойчивая группа, а на что же тогда она реагирует, идем дальше, думаем, задаем себе вопрос, анализируем, и мы приходим к выводу о том, что усиливается ориентация на буллин под влиянием первое фактор базового недоверия, то есть те молодые люди, которые нам на вопрос о том, а можно ли доверять другим и как надо вообще относиться к другим с доверием или скорее с недоверием отвечают, что нет, к другим надо относиться с недоверием и другого здесь варианта не может быть, вот эта установка на базовое недоверие, она усиливает буллинг, что у меня есть сказать по поводу установки на базовое недоверие, насколько она у нас с вами выражена, насколько она велика, она велика, вообще о российском обществе говорят как об обществе базового недоверия, я бы может быть чуть бы поосторожнее бы сказала, да, конечно кризис доверия колоссальный, но опять же в разных группах молодежи он проявляется чуть по-разному, мы наблюдаем в подростковой группе, вот в самые-самые маленькие, самые молодые от 15 до 17 уровень доверия выше, чем в более старших возрастных группах, но если мы говорим о буллинге, то здесь опять же возникает вопрос, ну как же так, ведь буллинг у нас с вами в школах, да, буллинг у нас с вами в основном вот на школьных площадках, и он в основном вот именно в этих возрастных группах, значит здесь не фактор возраста, значит здесь что-то другое, то есть это недоверие должно с чем-то еще слепиться, по закону это жанра, да, так вот оно лепится с габитусом конкуренции, так получилось, что идея конкуренции, она у нас стала фетишем, кто помнит эпоху перехода от советского общества к постсоветскому, тогда это рассматривалось как один из факторов построения рыночного общества, мы смотрели на западный мир и полагали, что это те культурные закладки, которые позволят российскому обществу очень быстро адаптироваться вот в этой современной рыночной среде, конкуренция, конкуренция и вообще давайте вот всех и это не те соцсоревнования вегетарианские, которые были у наших мам, пап, бабушек, дедушек, а это вот что-то более серьезное, которое завязано на не вымпеле получаемом по итогам соцсоревнования, а вот что называется прям вот того самого журавля, который в небе наконец-то получить себе вместо синицы в руки, поэтому сформировался габитус конкуренции, сформировался габитус соревнования, но в сочетании с базовым недоверием он нам дает с вами буллинг, повышение уровня буллинга. Третья причина, третий фактор или триггер, как угодно его назовите, это расчетливость, это расчетливость. При выборе режима взаимодействия с другими, отношения к другому, либо на чувственности, либо на расчетливости, это вот та категория молодежи, которая говорит, что к другим надо относиться только через призму собственного индивидуальной выгоды, только через расчет. Таким образом, мы с вами видим, что три фактора, как минимум, базовое недоверие, расчетливость и конкуренция, они в большей степени связаны с буллингом, чем остальные ориентации. Еще про недоверие забыла сказать, очень важный момент. Исследования показывают, что высоким уровнем недоверия отличается преимущественно та молодежь, которая у нас с вами дальше отходит от традиционных ценностей и ближе к современным ценностям. Это, вообще говоря, история печальная. Она говорит о том, что современность на российской почве, на российской культурной почве пробивает себе дорогу и укореняется через разрушение доверия. не могу сказать более глубоко, потому что это требует отдельного исследования, почему так и что там срабатывает, что там идет не так. Пока вот только вот такие данные, что современные ориентации связаны больше с недоверием, а традиционные связаны больше с доверием. Под влиянием, теперь другой вопрос, под влиянием каких факторов наоборот происходит снижение ориентации на буллинг. И здесь мы видим влияние духовной культуры. Вот все-таки как ни крути, понимаете, духовная культура, вот та самая красота, добро, вера и так далее, которая, помните табличку с таксонами, она у нас с вами вышла в ядро первого таксона, то есть это означает, что она очень ярко проявляется в пространстве взаимодействия молодежи, но она затирается другими более актуальными вещами. Все это говорит о чем? О том, что по большому счету регулятором буллинга являются небессознательные структуры. Не надо искать вот этих архетипических закладок, что они чего-то там не понимают, они не осознают, они не рефлексируют, я бы так не сказала, я вижу, что регулятором буллинга все-таки являются именно осознаваемые элементы саморегуляционного механизма, то есть здесь роль социальных отношений, роль социального очень высока и очень высока роль воспитательного факта. Четвертый момент. какие эмоциональные состояния наиболее тесно связаны с доведением противостояния свой-чужой вот до таких чудовищных форм, как буллинг. Это такие состояния, как гнев, страх, отчаяние и равнодушие. В общем-то, наверное, понятен этот смысловой ряд, да? Человек разгневан по какой-то причине, он испытывает страх, он напуган, он испытывает отчаяние, потому что это уже высшая степень неприятия тебя реальностью, когда эта реальность кажется абсолютно враждебной. А вот четвертый момент равнодушия, он связан с отсутствием эмпатии, то есть человек абсолютно безучастен, он не ощущает ничего по отношению к окружающим. Но сюда же, сюда же в качестве фактора усиливающего буллинг еще такие показатели, как надежда и уверенность. И вот тут нас с вами ждал сюрприз. То есть мы могли бы ожидать вот таких вот тяжелых эмоциональных связок, но то, что этот человек, который испытывает надежду и уверенность, и вдруг вот он у нас оказывается настроенным позитивно на такие социальные практики, а в молодежной среде все-таки основная масса, основная масса говорят, что они живут с ощущением именно именно этих, именно с этими ощущениями они вполне себе уверены в будущем, они вполне себе испытывают надежду, то есть у них эмоциональное состояние скорее характеризуется этими позитивными чертами, чем вот этой негативной первой группой. И вот здесь вот для нас это, конечно, совершенно бывает неожиданно. Смотрим, что же в итоге мы можем, какой вывод мы можем из этого сделать. Мы можем сделать вывод о том, что три источника мотивированной жестокости, коллеги, я еще раз подчеркиваю, я стою на позиции, что здесь нет немотивированного, это все осмысленные вещи. Это первое затравленности и испуг, которые вытекают из вот этих первых негативных состояний. Это отсутствие эмпатии, то есть неспособность сопереживать и полное равнодушие без безучастность. И это уверенность в безнаказанности. То есть у них все хорошо, но они понимают, что им за это ничего не будет. Здесь классика реализовалась на практике, что у вас все было и вам за это ничего не было. Еще два важных вывода, которые я бы хотела произнести. они связаны с тем, что вот когда мы говорим о культурном пространстве молодежи, то мы выделяем как бы два аспекта, два больших блока. Первый большой блок в культурном пространстве это то, что роднит молодежь с другими поколениями, это то, что является в принципе частью культуры, базовой культуры. И второй блок это то, что формируется в пространстве их повседневных взаимодействий условно мы называем субкультурными смыслами, так вот прям беря в двойные кавычки. Так вот смыслы формируемые, вот то, что варится в их сообществах, оно, конечно же, здесь является вот этой питательной базой. Но не все, не все из этого. А что? Буллинг больше всего связан со скопизмом, то есть уходом от действительности. это та категория молодежи, которая каким-то образом или сама чувствует себя изгоями, не находит для себя ничего общего с своим окружением, да, то есть это вот эти вот как бы выдавленные одиночки или те, кого выдавливает груб, длительно выдавливает, да, они сами оказываются жертвой агрессии, они оказываются жертвы вот всего того, на что они потом подписываются, то есть вот всякий вот этот уход в себя, уход в себя, он должен являться предметом настороженного отношения, да, предметом не в том смысле, что это нужно администрировать, а нужно внимательно отнестись к этим молодым людям, очень многие из них, да, нуждаются в психологической помощи и поддержке, потом, когда они уже возьмут все так в своей голове сложат, да, выстроят и возьмут в руки то, чего они брать не должны, там уже поздно будет пить боржоми, но вот на этой стадии, на этой стадии это чрезвычайно необходимо, и вот смотрите, еще раз, буллинг больше связан с эскапизмом и уходом от действительности, но меньше всего он связан со стремлением самовыразиться, вот я сейчас поднимусь наверх, еще раз вот к этой табличке, смотрите, пожалуйста, третий, третий таксон голубой, правый верхний угол, вот оно, стремление, ощущение избранности исключительности, стремление быть в центре внимания, да, оно, конечно, связано с моральной аномией, и мы, мы с вами по идее вправе ожидать, что вот здесь вот будет буллинг, нет, нет, друзья мои, есть, скажем так, есть эта связь, но она гораздо меньше, она минимальная, нежели с вот этим стремлением порвать любую связь своим окружением, а с чем же нас связан троллинг, а тролли это у нас те, кто против официоза и бунтарства, поэтому здесь хочется сказать, будьте проще, и тогда, и тогда троллить они будут меньше, то есть всякая вот эта наша вот напыщенность, понимаете, как только мы уходим вот в этот официоз, вытаскиваем из каких-то потрясающих сундуков, из давно, по-моему, уже заколоченных чуланов, мы вот эти доски оторвали и идем туда за образцами, а как взаимодействовать с молодежью, вот ощущение прям какого-то дежавю у тех, кто успел пожить в, так сказать, период до 90-х годов, поэтому чем проще, чем душевнее мы с ними общаемся, тем меньше у них оснований над этим всем издеваться. И, наконец, последний, последний момент, который тоже я хотела бы подчеркнуть, буллинг направлен преимущественно на тех, в чем образе, в чьей картине мира, в чьих поведенческих проявлениях наблюдается, ну, казалось бы, самое желательное для построения социальности от милосердия, сострадания и стремления к высоким идеалам. Вот помните ту табличку, где одна таблица вызывающая доверие, другая таблица вызывающая недоверие. Вот они у нас с вами здесь выскочили. То есть милосердствовать и сострадать вот это вот все боюсь, как бы, знаете, здесь подписать приговор, сказать, что это не в картине мира, я тоже не могу, да, потому что мы с вами видели обратное. Но вот именно эти категории молодежи, я вот так объясню, именно носители этих ценностей оказываются более уязвимыми. Очевидно совершенно, что это, конечно, лежит в области воспитания, да, то есть как бы правильная настройка по отношению к этим человеческим проявлениям это то, что может обезопасить людей, проявляющих такое отношение к окружающим. Ну и вот про представителей своей национальности. Помните, я тоже говорила, что это один из сюрпризов, что чаще всего, вот представьте себе, чаще всего буллинг направлен на представителей своей национальности и реже на представителей национальности другой. А кто же у нас в безопасности? Задаем мы себе вопрос и видим, что более-менее в безопасности прагматики. Люди, которые рационально относятся к реальности, которые создают представление, у других рисуют образ циников и они становятся, воспринимаются с доверием, они являются своими для этой категории молодых людей, которые могут проявить буллинг в отношении кого бы то ни было, но вот только не в отношении этой категории молодежи. То есть стереотип свой, как человек рационального, он является в определенной степени спасительным. Таким образом, уважаемые коллеги, я бы, наверное, оставила бы время на вопросы. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что мы продолжаем копать вот это смысловое пространство и то, что сегодня происходит, оно вообще нам с вами не оставляет никаких шансов на простые решения. Это вот единственное, что понятно. и что в каждой сфере, я уже эту мысль высказывала, еще раз подчеркну, в каждой сфере по каждому поводу вот эти смысловые вот эти смыслы и значения, они по-разному как-то выстраиваются. Нету одного правильного и неправильного решения. Совершенно очевидно, что сегодня работа с молодежью, сфера выработки стратегии молодежной политики чрезвычайно сложное пространство, понимаете, то есть исследование нужно буквально по каждому поводу, то есть да, мы можем себе нарисовать какой-то более-менее примерный образ молодежи такими как бы грубыми мазками, в общем, мы будем правы, но когда дело доходит до деталей, то вот там вот очень много нас с вами подстерегает неожиданности, поэтому всем в исследовательское поле. Спасибо. Ой, а я вас не слышу, а я вас не слышу, включите микрофончик. Добрый день, еще раз, коллеги, спасибо большое Юлию Альбертовну за вашу обстоятельную лекцию, очень я сидел, записывал себе очень много пищи для размышления. Коллеги, уверен, что появились вопросы, для того, чтобы задать вопрос Юлию Альбертовне, мы можем вас, вы можете воспользоваться чатом, либо поднять руку, я вам дам доступ к звуковому каналу, и вы можете задать лично вопрос Юлии Альбертовне. Пожалуйста, коллеги, у кого какие вопросы? Коллеги. Осмысливают коллеги? Нет, достаточно вот так очень подробно, и вот я даже табличку сейчас немножко себе написал о смысловых вот этих пространствах, достаточно вот прям в практической деятельности есть над чем задуматься, и вот она сегодняшняя реальность, которая многие вещи объясняет. коллеги, есть ли вопросы Кири Альбертовне? Ну, пока коллеги думают, я, может быть, подскажу, что если будет интерес, я понимаю, что сейчас можно это все не осмыслить, а потом это понадобится. Выходила статья у нас по смысловому пространству, она так называется, смысловое пространство реальности молодежи, в Вологде такой есть журнал экономические и социальные перемены, там у нас два автора, я и Любутов Александр Сергеевич, он как раз у нас занимается таксономическим анализом, зубок Любутов смысловое пространство реальности молодежи, вы, если в поисковике забьете, то вам быстренько выскочит эта ссылка, Вологодский журнал экономические и социальные перемены, ну, это вот с самого последнего, собственно, оттуда этот я фрагменты взяла, там поподробнее, да, конечно, я понимаю, большой объем информации, это совершенно правильно, я знаете, разный у меня опыт, достаточно большой, но я пришла для себя к выводу следующему, что есть смысл, вы такие разные, вы в разных сферах работаете, есть смысл дать какие-то направления, потому что кто что услышит, понимаете, а потом уже вы будете копаться в каких-то деталях, осмысливать, брать для себя что-то полезное, что не нужно, ваше сознание отсечет совершенно спокойно, не переживайте, если кому-то что-то будет непонятно и очень нужна будет консультация, но напишите, я оставила там имейл на первом слайде, так что пожалуйста, вижу Борис Аркадьевич и очень-очень Юлия Абертовна решил присоединиться, добрый день, спасибо большое, да, такое информативное и очень содержательное выступление, я думаю, что те, кто слушал, они действительно для себя достаточно многое взяли, но я все-таки хочу вопрос задать, и может быть вопрос задать непростой, у меня вопрос, а как теперь со всем этим жить, специалистом по работе с молодежью, но я к тому, что да, вот если немножко порассуждать, все-таки сегодня на ваш взгляд в молодежной политике как-то учитываются, да, те вещи, о которых вы говорите, и если они слабо учитываются, ну что мне кажется так оно и есть, да, то где может быть вот этот поворот к тому, чтобы вот та информация, которая действительно серьезная информация, которая есть у вас и у ваших коллег, чтобы она как-то вот использовалась в практической какой-то деятельности и на федеральном уровне, и на муниципальном уровне, ну вот что-то вот такое. Спасибо, Борис. Юлия Альбертовна, включите, пожалуйста, микрофон. Юлия Альбертовна. Ой, это он у меня сам выключился. А это организатор конференции у всех отключил звук, да, я тоже тут боролся сейчас, чтобы что-то услышать. А, да, извините. Так, тогда сначала, да, надо начинать, теперь уже коротко. На федеральном уровне не наблюдается попыток вот в такие сложные, смысловые проекции как-то погрузиться, внедриться, там ограничиваются рамочными документами. А все наши усилия, вот на мой взгляд, да, чтобы сейчас вот никого тут не критиковать, все наши усилия должны уходить, на мой взгляд, вот на этот региональный уровень. То есть вот на мой взгляд, пришло время... Я Никите написал смс, типа позвонив в штаб, он заходил в сети и смс, который не читает. Так, со мной кто-то параллельно? Ага, спасибо. Исследовав региональном уровне. Дело в том, что везде есть свои социологи. Работайте с ними, пытайтесь ставить перед ними задачи, слушайте и слышьте их, понимаете? И мне кажется, что это хоть какой-то будет, хоть какая-то будет подвижка. Ждать, что сейчас с федеральных структур придет какое-то откровение и расскажут, в каком направлении двигаться, я бы, наверное, не стала. Ну, это вот опыт мой об этом свидетельствует. так, коллеги, спасибо огромное. Юлия Альбертовна, коллеги, у кого-то еще есть вопросы к Юлии Альбертовне? К сожалению, ни одного вопроса не поступило по YouTube-каналу. Коллеги, пожалуйста, есть шикарная возможность напрямую задать вопрос Юлии Альбертовне по лекции? Есть у кого-то вопросы? Пожалуйста. Коллеги? Давайте еще расскажу. Мы сейчас готовим вторую коллективную монографию по проблемам саморегуляции жизнедеятельности. Одна вышла в прошлом году. Мы планируем, наверное, ее в электронном виде как-то куда-то залить, пока еще не знаем, потому что она у нас по гранту. Мы пока не понимаем, как мы можем распорядиться так, чтобы ни у кого это не вызвало какого-то напряжения. А вот сейчас готовится вторая книга, и мне очень приятно, что Борис Аркадьевич дал согласие и написал раздел в эту монографию. Как раз он осмысливает место молодежной политики в механизме саморегуляции. То есть самая тяжелая ситуация, это как соединить то, что сами молодые люди, как они выстраивают свою жизнь, и что может сделать здесь государственная молодежная политика. На самом деле здесь точек соприкосновения очень много, потому что молодежь по большому счету заинтересована в том, чтобы для этого создавались институциональные условия, а общество заинтересовано в том, чтобы ее саморегуляция совсем уж не ушла куда-то вне интересов этого самого общества. и вот как раз раздел в разделе, который написал Борис Аркадьевич, он рассуждает о том, в таком ретроспективном плане рассуждает о том, как это происходило на разных этапах нашей истории. Борис Аркадьевич, вам большое спасибо. Да, я хотел сказать большое спасибо наоборот вам, видите, как я удачно подключился, заодно и рекламу получил. Ну, я тоже, как бы, Олег Николаевич, то, что говорит, я думаю, что коллеги обдумают то, что сегодня было сказано, и эту информацию не получили, и, в принципе, сегодня только начало работы конференции, поэтому, ну, как или иначе, мы явно будем касаться этого при работе во время секции на заключительном заседании, я вот там завтра буду в одной секции выступать, я уже, в общем-то, для себя тоже пометил, что из того, что вы говорили, я могу, как бы, использовать и в своем выступлении тоже, поэтому, я думаю, что от имени всех организаторов и тех, кто вас слушал, еще раз большое спасибо, Юлия Альбертовна. Да, Олег Николаевич, мы больше... Да, Юлия Альбертовна, спасибо вам огромное, что вы были с нами сегодня, открыли цикл лекций, всего доброго и до свидания.